Всем привет! С вами Паня и в этом видео я хочу с вами поделиться очень интересной статьей на тему межвидового доминирования и разобраться уже в конце концов существует оно или нет. Итак, приступим. Должны ли вы действительно стать вожаком для своей собаки? Ну давайте начнем с того, что это невозможно, поскольку ваша собака прекрасно понимает, что вы не собака. Даже если бы ваша собака считала вас своим, то понятие вожака стаи, как оно обычно воспринимается в данном мире, уже давно было опровергнуто всеми кинологами, дрессировщиками, ветеринарами, ветеринарными бихевиористами и современным бихевиоризмом в целом. Должны ли мы быть наставниками или руководителями для своих собак? Конечно. Но должны ли мы делать собак покорными и заставлять воспринимать себя как некое доминирующее существо, чтобы подавить их воображаемый естественный инстинкт за главенствующее положение в отношениях в доме и мире? Нет. Опасное и очень распространенное заблуждение о доминировании в околособачьем мире в основном базируется на проведенных в 1970-х годах исследованиях, объектом которых была стая волков, помещенная в один вольер, никак не связанных между собой. По результатам данных исследований было выяснено то, что волки склонны к жесткой иерархии, в которых альфа-вожак имеет неограниченный доступ ко всем ресурсам, поддерживая структуру группы на основе агрессии. Но поскольку собаки произошли от волков, данную теорию перенесли и на собак тоже. Более того, была выдвинута теория о том, что стая формируется только на основе того, что некоторые собаки хотят быть альфами. А вся иерархия в стае складывается исключительно на конкурент. Эта теория стала столь популярной, несмотря на очень важный и очевидный факт, то, что собаки от волков отличаются тысячелетиями эволюции, и что собаки и люди являются совершенно разными видами, ее стали использовать для того, чтобы объяснить взаимоотношения между собаками, так еще и чтобы объяснить взаимоотношения между собаками и людьми, а также еще ее не забыли положить в основу дрессировки и воспитания собак. Но собаки, не волки и более того, эти самые выводы опровергли те же самые ученые, которые и сделали эти выводы. В неволе смешанная группа волков, то бишь волки не связаны никакими кровными узами, ведут себя не так, как они ведут себя на воле. Доктор Дэвид Митч, эксперт по поведению волков и старший научный сотрудник геологической службы в Америке, который был основоположенником данной стайной теории, от которой, кстати говоря, впоследствии и сам отказался, теперь заявляют, что дальнейшие исследования полностью опровергают результаты первоначальных исследований. Что такое истинная стая? Научные исследования показали, что в дикой природе истинная стая состоит из отца, матери и потомства. Эта стая существует скорее как человеческая семья, в которой ведущую роль берут на себя родители, а дети их слушают. В естественной стае царит гармония и уважение, потому что все взаимоотношения построены на уважении друг к другу. Они вызваны агрессивным влиянием родителей. Результаты оригинального исследования были искажены, потому что волки чувствовали себя в стрессе. Они были в незнакомом месте, в клетках, да еще и того, чужие волки были рядом с ними, которые никак совершенно не связаны с ними. Поэтому они не вели себя так, как вели в естественной группе. Также исследованием помешал человеческий фактор, из-за чего они и сделали вывод, что волки постоянно пытаются повысить свой статус. Хотя куда более вероятно, что волки пытались повысить свой статус, то не по причинам иерархии, а по причинам выживания, чтобы получать доступ к еде, воде и крову. Поэтому некоторые волки агрессивно выясняли отношения, а некоторым было очень удобно присмыкаться перед ними. Первые исследователи из группы Ничи наблюдали за неестественно ведущими себя волками, которые пытались выжить в плену. Это была неистинная стая, которая функционирует на основе уважения. К сожалению, данные истины, которые относятся к иерархии, были поняты совсем недавно, поскольку результаты тех самых первых исследований были неверно истолкованы. А важные аспекты доминирования неправильно поняты. Но адресировщики, естественно, подумали, что эти недодуманные факторы о поведении волков могут быть замечательны и без изменений перенесены на собак. В итоге понятие стайной теории в том виде, в котором ее многие сейчас истолковывают, порочено по таким причинам, как Первое. Собаки не волки, и мы не можем предполагать, что они ведут себя одинаково. Второе. Результаты данных исследований были опровернуты самими же этими исследователями. Третье. Понятия стаи как таковой не существует, особенно если речь идет об обычных домашних собаках. Четвертое. Собаки знают, что мы не собаки, и глупо предваряться ими же, или же вожаками. Должны ли мы быть учителями, наставниками и руководителями для своих собак? Конечно. Должны ли мы притворяться вожаками для своих собак? Нет. Мы не собаки, и поэтому мы не можем быть частью их стаи. Следовательно, если мы хотим построить крепкие взаимоотношения со своим питомцем и стать ему настоящим другом и наставником, руководителем, и чтобы ваша собака вас слушалась с большим удовольствием, в ваших взаимоотношениях нет места доминированию, запугиванию. И это не зависит от породы собаки или поведенческой проблемы. Данную статью я взяла в замечательной группе «Актуальные вопросы дрессировки собак». Ссылку я оставлю на нее внизу. Автор данной статьи Виктория Стивелл, а перевод выполнила Анастасия Миродвинцева. Спасибо большое. Вообще, группе «Актуальный вопрос дрессировки собак» и то, что они это все делают. Я бы очень хотела, чтобы вы поняли то, что доминирования не существует. Я приложу еще множество материалов по поводу доминирования, с которыми очень интересно ознакомиться. И также бы с удовольствием подискутировала с вами на эту тему, что вы думаете о межвидовом доминировании. Не забудьте поставить лайк на это видео. Особенно, если вы хотите больше информативных видео. Любите собак! Всем пока!